Здравствуйте! Это информационная программа День за днём. В студии Рената Блухаиров. Мы расскажем о самом важном в жизни Тобольска и региона на этот час. Так, День семьи, любви и верности в Тобольске празднуют по-семейному. Уже в пятый раз в городе прошел фестиваль любования. Общественная организация «Отрада» пригласила многодетные семьи, чтобы вместе душевно и радостно провести время. Организаторы честовали и награждали тех, кто живет в дружбе и согласии много лет. Среди них семья Минеевых. Супруги уже 30 лет вместе. Увидел и понял, моя. Все. Ну как? Мы начали ходить, общаться. Потом я сделал предложение. Семеро детей у нас получается и уже четыре внука есть. Что бы вы хотели пожелать вообще Тоболикам, чтобы вот были такие крепкие семьи? Беречь друг друга, заботиться друг о друге. И не стоит думать, что где-то вас ждет лучшее. Массовки, затейники, сотрудники музея-заповедника провели для детей увлекательные мастер-классы, игры, аттракционы. Будущее России формируется сейчас. В Тюменской области создали реестр семейных предпринимателей. Первые свидетельства о регистрации в нем получили представители малого и среднего бизнеса Тобольска в ходе деловой встречи, приуроченной ко дню семьи любви и верности. Сколько семей, которые развивают экономику города и района, выяснила Ольга Куричко. Любовь и верность семьи предпринимателей считают своим талисманом, залогом успеха своего бизнеса. Преданность друг другу и делу велик успеху Тобольское купечество и теперь их последователей. Именно благодаря предпринимательству мощному, семейному Тобольск достиг в Российской империи тех горизонтов, которыми мы гордимся. Я благодарю всей души вас, которые возрождают и продолжают эту традицию новейшего Тобольска. Во дворце наместника собрались династии, которые уже не одно десятилетие укрепляют экономику города. Сегодня у есть возможность благодаря предпринимательству раскрыть свой потенциал. То, что сегодня в Тобольске много многодетных семей, то, что существует уже традиции, передающиеся мы видели в трех поколениях. Это такое отражение в целом нашей страны. Нашей страны, где семейное предпринимательство составляет две трети от малого среднего предпринимательства. Чтобы узнать, сколько их в Тюменской области, решили создать реестр семейных предпринимателей. Свидетельство за номером один вручили Оленниковым. В следующем году у нас будет 30 лет. То есть это бизнес, который начала моя мама. Я с 2011, значит 13 лет я уже тоже в бизнесе. Недавно Оленниковы прошли отбор для участия в Москве в проекте торгово-промышленной палаты «Семейная компания». У семьи Оленниковых три направления бизнеса. У Дмитрия получается шинный бизнес, также у нас есть фермерское хозяйство, у нас есть ферма в деревне Башково. И теперь мы занимаемся продажей розничной одежды. Своим главным достижением Оленниковы считают трудовой коллектив. У нас много сотрудников, которые работают с 2004-2005 года и таких, я думаю, что около, наверное, больше 20 человек. Кто-то там платит большие деньги, это называется там мастер-майнды, какие-то обучения, чтобы поговорить с предпринимателями. А у нас это все бесплатно, в рамках семьи. У каждого своя история успеха. Порой пронизанная смелостью, авантюризмом. Ольга Рябинина с сыном и невесткой открыли детский сад, кафе и частную школу футбола, в которой занимаются более 150 мальчишек. Антонина Телятникова вместе с мужем, дочерью, невесткой и сестрой создали в городе самое большое предприятие индустрии красоты. Людмила и Алексей Михайловы основали семейное предприятие. Семейный бизнес, чем он силен, тем, что ни в одном коллективе нет такого уровня доверия, уровня понимания, как в семье, правильно же? И потом это доверие, оно перерастает уже в коллектив общий. Начинали Михайловы с ландшафтного дизайна, теперь решаются начать выпуск мармелада. Достижений у них много. Высадили вот аллею, когда приезжала Кульковская-Романова, аллея дубов. Всего мечта у меня была, чтобы в Тобольске была аллея дубов. Но она же растет сейчас, мы приезжаем и смотрим, мы просто радуемся. В реестр семейных предпринимателей Тюменской области вошли и сельхозпроизводители Тобольского района, семьи Савчис, Махмутовых и Набаевых. То, что мы сегодня делаем, реестр семейного предпринимательства, показать, что да, половина предпринимателей страны являются семейными компаниями. И такой закон жизненно необходим. Это должно быть и наследование. И сейчас очень важный вопрос от одобрения бизнеса. Также мы рассчитываем, что как только выделят семейное предпринимательство на законодательном уровне, государство обратит на это внимание и, может быть, подведет какую-то государственную поддержку. Пока средний срок жизни малых предприятий в России 4 года. Есть надежда, крепкие семьи продлят их долголетие. Ольга Куричко, Михаил Куричко, Тобольское время. Дан старт юбилейному 15-му фестивалю лета в Тобольском Кремле. Он проходит с 6 по 12 июля. Открыл фестиваль «Большой концерт. Ключ к Сибири», прямую трансляцию которого вел телеканал «Культура». Софийско-Успенский собор стал великолепной декорацией музыкально-драматического действа, при этом сказочно преобразился. Чем еще удивляли гостей фестиваля, расскажет Анастасия Терехова. Фестиваль вновь вернулся на Софийский двор. И не случайно кафедральный собор стал главной декорацией для концерта «Ключ к Сибири». Открыл его хор Тобольской духовной семинарии. Уже в 15-й раз Тобольский Кремль собирает любителей классической музыки. И это давно уже не только горожане. Фестиваль, проводимый на открытом воздухе, хорошо известен за пределами региона. Конечно, для нас, как для региона, город Тобольск является ключевым городом, который сегодня мы продвигаем как основную туристическую точку. И мы развиваем не только большие инфраструктурные проекты, которые делают город ближе, как, например, строительство аэропорта, который, несомненно, позволил увеличить тот поток в город, но и, конечно, смотрим на культурную повязку. В этот раз на Софийском дворе больше двух тысяч зрителей. После заката здесь начался концерт «Ключ к Сибири» с участием известных музыкантов, артистов театра, кино и оперы. Программа напомнила об основных вехах развития древней сибирской столицы. Ведущий концерта Сергей Бурунов признался, что почерпнул для себя немало интересного. Здесь для меня ключевым фактором стало, конечно же, просвещение, потому что я к своему стыду, я признаюсь честно, многое не знал про Тобольск. Когда я ознакомился с историей, я был потрясен. И в этом мероприятии очень много света, который так сейчас необходим людям. Актёр Сергей Шакуров, который в Тобольске не впервые, отозвался о городе с восхищением. Тобольск – это потрясающее место, действительно. Это величайший город, один из старейших в России. Такая дурацкая детская, вот взять сейчас сказать, не, никуда больше не поеду, останусь здесь и буду жить. Нет, полное ощущение, потому что такая широта, такая раздолье, такая сила в этом, это небо. На другой день утром рано разбудил конек Ивана. Эй, хозяин, волна спать, время службу исполнять. Как же в Тобольске да без нашего любимого конька-грабунка. Отдали дань памяти и судьбам ссыльных декабристов. Прозвучал в концерте и прославленный Алябьевский соловей. Сегодня исполнять этот знаменитейший романс, русский романс на родине Алябьева, это, конечно, для меня, как для русской певицы, для солистки Мариинского театра, это огромнейшая честь. Город, его история и люди, которые прославляли не только Тобольск, но и всю Россию. Юбилейный концерт получился самым зрелищным благодаря световому шоу. На соборе и колокольне сменяли друг друга карты Семена Ремезова, систему периодических элементов Дмитрия Менделеева и картины, рассказывающие об освоении Сибири. Музыкальная неделя в Тобольске началась. В рамках фестиваля пройдут концерты с участием хоровой капеллы Тюменской филармонии и оркестра Камерата Сибири. Закрытием масштабного мероприятия станет огненный шоу-спектакль «Сибирь. Начало» от театра оригинального жанра «Гелиос». Анастасия Терехова, Михаил Куричко, Тобольское время. Проблемы бездомных животных остаются актуальны, и часто причиной тому становится безответственное отношение людей. Ветеринары утверждают, что горожане периодически отказываются от питомцев, когда хвостатые заболевают, и их реабилитация требует времени и финансовых вложений. Но есть и положительные примеры. История собаки Геры и ее хозяйки в следующем сюжете. Гарантия успеха. Так, по документам зовут Спаниеля Геру. Уже два года она живет в любви и ласке. Однако история у нее непростая. При наличии щенячьей карточки и породы, свой дом она обрела не сразу. Елена Редикульцева третья по счету хозяйка рыжей красавицы. Теперь собаку точно не отдадут, несмотря на трудности. А с ними пришлось столкнуться. Выяснилось, что у Геры серьезные проблемы со здоровьем. Дисплазия, то есть нарушение развития тазобедренных суставов. Узнали об этом после обследования в Тюменской клинике. Предложили операцию, но мы на семейном совете с сыном посоветовались и сказали, что нет. Тяжело будет для собаки в первую очередь. Второй раз приехали опять на консультацию. Нас уже там знали, ждали. Мы сказали, что уже лучше, потому что каждое утро, каждый вечер мы пьем таблеточки, порошочки. Мы занимаемся на балансировочном диске, мы делаем массажик. У Геры есть тренер по реабилитации и хозяйка трепетно заботится о собаке. Делает все, чтобы избавить питомца от боли. Да, нам многое нельзя. Нам нельзя прыгать, нам нельзя зайку показывать. Она очень хочет показать зайку, но нельзя нам этого делать. Однако минимальную физическую нагрузку собака получает и даже ходит на общие тренировки кинологического клуба. Это возможно благодаря комплексному лечению. Специалисты говорят, что болезни суставов у животных важно выявлять на ранней стадии, в щенячьем возрасте. Определить их можно, например, по неестественному положению лап. Они подвижные. Если тяжело, щенок встает или сзади, когда смотришь, их сообразная задняя конечность. Они больше сидят, они больше лежат, они неохотно идут играть. Поэтому это нужно сразу обращать внимание и делать рентген. Гера благодаря хозяйке живет полноценной жизнью. Ну а сама Елена считает, что собака эта у нее появилась не случайно. В очень сложный период четвероногий друг был настоящим спасением. Говорят, собаки похожи на своих хозяев. У меня двухкопрессионный перелом позвоночника. Мы нашли друг друга. Мне нельзя быстро ходить. Да я и не могу, я хожу с тростью. Поэтому ей тоже нельзя быстро ходить. И вот мы с ней потихонечку гуляем. Есть очень хорошее выражение. Собаки – это последние ангелы на земле. И то, что она мой ангел, она знает. Анастасия Плюснина, Ярослав Прохоров, Тобольское время. В первое воскресенье июля в России отмечают День работников морского и речного флота. Временно исполняющая обязанности главы Тобольска Яна Зубова поздравила работников и ветеранов с профессиональным праздником и поблагодарила за отвагу, профессионализм, преданность делу и работу вдали от дома. В эпоху освоения Тюменского севера Тобольск был одной из важных транспортных развязок, соединявших речные и железнодорожные пути. В архиве телеканала «Тобольское время» есть уникальные кадры тобольских речников, снятые участниками любительской киностудии «Юность». Они оцифрованы при поддержке компании «Сибур». Строительство нового Тобольска и строительство нефтехимкомбината было также напрямую связано с речным портом. Именно по рекам шла основная поставка стройматериалов от щебня до крупнопанельных домов. Уникальную транспортную операцию «Тобольские речники» выполнили в 1979 году, когда в Тобольск по морю и рекам пришли ректификационные колонны для центральной газофракционирующей установки нефтехимкомбината. Кстати, точно такую же операцию, только на современном техническом уровне, «Тобольский речпорт» выполнил и во время строительства завода «Запсибнефтехим». Внес свой вклад Тобольский в дело подготовки кадров. Речное училище выпускало специалистов для всей Сибири. Их можно встретить на судах оперпишского пароходства, на Байкале, в Якутии, в северных речных бассейнах. Далее прогноз погоды. Смотрите нас и в телевизионном эфире, и в социальных сетях. Конечно, подписывайтесь на наш телеграм-канал. QR-код для перехода сейчас, как обычно, на вашем экране. Будьте всегда в курсе всех событий. Хорошей недели и до встречи. 9 июля в Тюмени плюс 28, в Сургуте и Нижнемартовске плюс 25, в Казани 30, в Санкт-Петербурге плюс 22, в Москве плюс 31. В Тобольске облачно с прояснениями утром плюс 22, днем 27-28 градусов ночью плюс 19, ветер северный 2 метра в секунду.